Всем и так понятно, что повод погадать, прости господи, это повод взять ее за руку. Просто возьми за руку, скажи, слушай, хочу держать тебя за руку. Вдруг, какие есть варианты, ты можешь сказать, слушай, я мужчина, и я несу за тебя ответственность. Поэтому давай-ка мне свою руку, а то, не дай бог, ты сейчас тут на своих каблуках запнешься. Так что давай сюда. Все. Во-первых, это прорешимость. Во-вторых, это нормальный логический повод взять за руку, а не заниматься этой херней. В-третьих, ты говоришь, я мужчина, я несу ответственность. То есть ты закладываешь в голову девушке нормальные, правильные смыслы. Вот это важно. Здорово, ребята, это Шамшурин, и это история из чата о том, как можно задолбать девушку своей излишней кинестетикой и потерять ее из-за этого, и из-за неправильного понимания позиций сверху. Итак, здравствуйте, Владимир. У меня такая история. Может, у кого-нибудь тоже было такое. Я хотя бы услышу единомышленников, кто еще с таким сталкивался. История следующая. Короче, парень очень подробно расписывает какие-то ненужные детали. Ну, как бы уж потерпите. История поучительная, кстати. Познакомился с девушкой на выставке. Подошел во вполне своем обычном стиле. Спокойно, без лишних эмоций. Начал описывать девушку, как она выглядит, и попросил ее остановиться, чтобы с ней поболтать. Ну, отлично, красавчик. Естественно, она остановилась, и мы начинаем с ней общаться. А я, так уж получилось, умею просто великолепно рассказывать про линии на ладошке. Я буду сразу все комментировать по ходу. То есть, вот человек не обделен самооценкой, уверенностью в себе. Великолепно. Я могу сказать так, великолепно рассказывать про линии на ладошке. Это далеко не самый ключевой фактор, мягко говоря, для того, чтобы заполучить желанную женщину. Я думаю, что это вообще с этим не связано. У меня по этому поводу отдельная история. Я начал описывать ее характер, темперамент, прочие моменты. Я спокойно, без сложности взял у нее номер телефона, позвонил ей спустя неделю. Когда я ей позвонил, она была рада, сказала, что ей приятно меня слышать. Естественно, мне это простило. Она сказала, что почему я ей не звонил, не писал, на что я ей ответил, что был занят. Так, как был на самом деле. Что можно здесь сказать? Значит, девушка заинтересовалась им. То есть, это элементарные вещи, которых почему-то мужчины зачастую даже не понимают. То есть, нужно же просто смотреть на логические какие-то события. Предложил ей встретиться сегодня. Сегодня она с легкостью согласилась и оделась именно, как учил Владимир в плащушкой чулке. Но Владимир так не учил. Владимир учил, предлагал сообщать девушкам перед свиданием, что, слушай, я хочу, чтобы ты одел красивое платье чулки. Вот. И если ты ей так предложил, и она так оделась, это значит, что девушка была готова, скажем так, к многому. И ты ее действительно заинтересовал и зацепил. Она мне потом еще раз позвонила и сказала, что будем ли мы сидеть в кафе или нет. Я сказал, что да, потому что ей было важно, какое именно платье одевать. Я сказал, что она не заболеет, причем я это гарантирую. Когда она пришла, у нее чулки были сетчатые, платье, скажем так, с разрезом. На ней был еще корсет, где показана величину ее попы. Подчеркивал Тарю. Ну вот, то есть, девушка выполнила пожелание. Вопреки тому, что многие думают, наверное, как можно такое вообще девушкам говорить. Вполне себе легко. По итогу с ней я встретился в метро, сказал, что она классно выглядит. Начал ее обнимать. Она в свойственной женской манере начала меня оттаскивать от себя, сказав, что хватит ее обнимать. А я сказал, что мне нравится обниматься и бла-бла-бла. Я ей сказал, подожди секунду, я хочу тебе посмотреть, как ты выглядишь. На что она сказала, давай выйдем на улицу, и ты мне там все расскажешь. Вот. То есть, обратная связь. Включайте голову, когда эта женщина говорит. Это значит, что надо в данный момент немножечко поубавить свой пыл. Потом я стал брать ее за руку, за что она начала говорить, что она не любит, когда ее берут за руку. Стал гадать опять по линиям на ладошке. Вдруг новые линии появились. Вот не надо злоупотреблять этой херней, ребят. Вы когда используете какую-то фишку, я вам рекомендую ее использовать вообще тогда, когда у вас какой-то тупняк временный или что-то еще. Но явно не для того, чтобы каждый раз заниматься этой фигней. Вот что значит не понимать элементарных вещей, типа, что сходу на людях трогать лапы девушку нежелательно. Это можно сделать дозированно, по чуть-чуть, там быстренько раз обняли, отпустили. Но обратная связь от женщины, она говорит, не надо, типа, выйдем на улицу, там сделаешь, то есть ей неудобно, что ты делаешь это при людях. Для большинства мужчин проблема в том, что они не могут себе разрешить потрогать, там, приобнять понравившуюся девушку, взять за руку. Но, несомненно, есть и такие, там процентов, не знаю, может быть, 5-10, для которых это вообще не проблема, то есть легко. Но у них другая ситуация в голове, то есть у них полное непонимание процессов, как все должно происходить. Поэтому от того, что у тебя есть, как бы, яйца, назовем это так, чтобы взять девушку, понравившуюся, и обнять, это, к сожалению, не улучшает результатов, потому что здесь еще надо уметь включать голову. Понимание процесса, оно очень важно. Общение с женщинами – это не рулетка, не лотерея, да, то есть это для большинства так выглядит. Если ты понимаешь процесс, ты реально можешь на него влиять, ты оказываешь на него влияние. И когда ты научишься этому, ты будешь и получать тех женщин, которые тебя интересуют, и помимо этого еще будешь раздавать советы своим друзьям, потому что их ситуации, непонятные для них, они будут для тебя казаться абсолютно элементарными. Ты будешь раскладывать, что вот она сказала так, потому что это, потому что это, потому что это. Обязательно важно понимать, как устроен весь процесс. И для того, чтобы научиться этому пониманию, наконец, свои результаты с женщинами повысить, я приглашаю тебя на новогоднюю праздничную практику, которая пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Там есть рассрочка беспроцентная новогодняя для тех, у кого туго с финансами. И мы компенсируем тебе дорогу, если ты летишь издалека, поэтому обязательно вписывайся. 15-18 декабря, ссылка здесь под видео. Заранее оставляй заявку, потому что ценник ближе к новому году будет расти. Итак, продолжим. Далее этот парень пишет. По итогу мы с ней поднимаемся и идем за ручку к торговому центру, чтобы сначала с ней погулять. Потом она опять стала убирать руку, а я сказал снова, что я хочу ей погадать. Просто нужно дойти до хорошего места. Но что-то мне подсказывает, что этот парень очень юный, потому что... Погадать, 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 погадать. Не надо включать в себе цыгана или какую-то гадалку. Всем и так понятно, что повод погадать, прости господи, это повод взять ее за руку. Просто возьми за руку, скажи, слушай, хочу держать тебя за руку. Вдруг ты какие есть варианты, ты можешь сказать, слушай, я мужчина, и я несу за тебя ответственность. Поэтому давай-ка мне свою руку, а то не дай бог ты сейчас тут на своих каблуках запнешься. Так что давай сюда. Все. Во-первых, это прорешимость. Во-вторых, это нормальный логический повод взять за руку, а не заниматься этой херней. В-третьих, ты говоришь, я мужчина, я несу ответственность. То есть ты закладываешь в голову девушки нормальные, правильные смыслы. Вот это важно. И надо вообще трогать постепенно и дозированно. Не надо вцепляться в нее и начать сразу вот просто заваливать ее своими прикосновениями. Попутно я рассказывал про этот торговый центр, потом уже про себя и про нее. Потом я сказал, что пойдем в более спокойное место, посидим, переместил ее в спокойное кафе, где было мало людей. Мы сидели в уголке на диванчике. Вот это, в принципе, правильное решение. Снял с нее пальто, и мы начали заказывать чай. Я сказал, что ты пьешь, она сказала, чай такого, я такой говорю, окей, сразу официанту так сказал и пошел. Потом я снова взял ее за ладошку и начал рассказывать ей истории про то, что нужно быть позитивным человеком, бла-бла-бла и прочую херню. Не успевая рассказать ей историю, она взяла меня и сказала, что я к чаю нужно, а, она взяла меню и сказала, что к чаю ей нужно заказать десерт. На что я ей сказал, что за десерт я буду платить только своей любимой девушке, и она сказала, хорошо. И здесь ты обосрался. В прямом смысле слова. Потому что не платить за десерт или за что-то еще, это не позиция сверху. Это признак жлобства, нищебродства и тупости. Вот, на мой взгляд, это именно так и выглядит. И опять же, многие сейчас скажут, ты же сам такому учил раньше. Вы где-то что-то не уловили, ребят. То есть так можно и нужно говорить девушке, если она начинает немножечко наглеть. Если она начинает заказывать там какую-то, не знаю, верблюжью печень в чесноке, что-то еще. То есть тогда можно сказать, слушай, я вообще-то как бы пригласил тебя попить чаю и оплачиваю еду я только своей женщине. Но когда вы приглашаете, неважно, женщину, там, бабушку, друга, коллегу, я лично, например, я обязательно скажу сам еще, спрошу, слушай, тортик будешь там, давай еще что-то. То есть для меня это нормально. Это вообще признак нормального мужика пригласить, там, заплатить за счет. Не знаю, для меня это нормально. А когда вы ведетесь за пироженку, то есть понимаешь, как бы, можно, конечно, включить в себе принципы, да, а можно включить в себе еще голову и мозг. Женщина пришла, заинтересовалась тобой, это было понятно, да, пришла к тебе в чулках, там, в платье, как ты просил. И нужно понимать, и если она еще не выпендривается, то нужно понимать, что, как бы, а зачем тогда мне вот эти включать свои сраные принципы, идиотские. Потому что когда вы используете какие-то шаблоны или что-то еще, в том числе мои, чтобы потом вы не говорили, что они не работают, я напоминаю, что их надо использовать в совокупности с включенной башкой, которая вам нужна не для того, чтобы шапку носить, а для того, чтобы думать. Потому что вот этим вот жестом ты можешь испортить все. Она не давала поводов, вот, чтобы ты начинал сейчас жлобиться. И девушка может вот оказаться такая, да, что вот именно из-за этой фразы она сделает какие-то ненужные выводы о тебе, неправильные, и ты ее уже больше не получишь. Потом я говорю ей, чтобы она отложила меню и посмотрела на меня, при этом попутно поправляя ей корпус. Чтобы она смотрела на меня, также рассказывая, какие у нее классные ногти, различные аксессуары, говоря, что они похожи на амулеты из Гарри Поттера и прочей херни. Она сказала, что если я не собираюсь ей гадать, тогда пускай я отдам ей руку, на что я отвечаю, я бы с радостью на мои руки меня не слушаются. Вот, то есть это как бы такой набор моих фишек из прошлого. Впоследствии после этого я начал к ней прикасаться, объясняя тем, что я эмпат, мне важно прикасаться, потому что таким образом я начинаю чувствовать, какой человек по состоянию, мне хочется узнать ее ментально, на что она начала говорить, что меня плохо знает. Ну, тебе важно, да, то есть это зашибись, а ей важно, ты все равно должен калибровать реакцию, то есть не надо в тупую еще раз использовать какие-то фишки. Включайте голову, делайте это очень тонко и изящно, делайте это постепенно, то есть калибруйте ее реакцию, если вдруг что-то не так, откатывайтесь назад, потом снова вперед. Далее я ответил ей про 12 лет женитьбы, при чем есть 12 лет женитьбы, я не понимаю. При этом в самом начале я уже ей сказал про то, что вали все на меня, она так и сказала, что так и будет валить все на меня, ведь я же виноват, на что я был несказанно рад, что мне придется, не придется это повторять потом. По итогу я хотел начать. По итогу я хотел начать рассказывать ей историю, и она сказала, что не хочет, чтобы я к ней прикасался, потому что она вообще не тактильная и не любит, когда к ней прикасаются. Все девушки тактильные, просто это нужно понимать, что когда она так говорит, она должна так говорить, и второе, нужно делать это плавно и по нарастающей, а не как-то не херачить киноэстетику сразу с самого начала, с первых секунд встречи. То есть да, можно протестировать это, и если это заходит, если она это принимает, да, можно сделать и фаст. Но если эта модель общения не подходит, значит нужно немножечко сбавить обороты. А я ей говорю про то, что прикосновения важны, потому что таким образом лучше понимаю человека. Она снова говорит, что меня мало знает, я снова говорю про 12 лет. Какие 12 лет? Она говорит, что это не важно, у нее задергалась нижняя часть челюсти, и она сказала, если я сейчас не перестану ее трогать, она уйдет. Я говорю, почему, что тебя не устраивает? Вот здесь уже такой супер сигнал о том, что все, хватит, хорош, надо останавливаться, было еще вчера. Она начала говорить, что мы мало знакомы, и ты уже ко мне прикасаешься. После этого говоришь, что я ей не нравлюсь, как человек, или там все в таком духе. И что такое бывает? Что у нее нет чувства ко мне, у меня по итогу вопрос, что я сделал не так. То есть все, ты абсолютно все сделал не так. Ты ее, во-первых, перетрогал, перелапал, во-вторых, там были только шаблоны, и нихрена там не было тебя. В-третьих, эти шаблоны нужно, ну, как бы включать в соответствующей какой-то обстановке. И ты должен понимать, что ты ее не заинтересовал собой. Вот эти долбаные фишечки и шаблончики, которые, что со мной можно делать все, что угодно, это нужно давать дозированно. Ну, процентов 5-7 из всего общего диалога и общения должны быть вот эти фишки, если ты хочешь. И то своевременно для определенных вещей. А не на них, одних все должно основываться. Да нет, я трогал ее в итоге в интервале 5-10 минут, и делал все это так, что сначала говорил ей, что у меня переизбыток нежности, а опять шаблон, что нравится обнимать, что я ничего плохого не передам и не заберу ничего у нее. Она сказала, что не любит обниматься, она не тактильная. Может быть, я пережал в плане того, что ее много трогал? Да, ты пережал в плане того, что много трогал. Или из-за того, что не купил ей тот самый десерт? Да, из-за того, что ты не купил ей тот самый десерт. Мне больше что первое кажется. Хотя я так действую, как обычно, и у меня получается как минимум петинг. а тут как обычно это бывает девушка очень понравилась внешне поэтому заморочился вот так если что мне 26 и 18 скажите ребят чем моя ошибка все это видео я и рассказывал тебе в чем твоя ошибка вот собственно говоря обычная ситуация которая в данном случае человек может себе разрешить там трогать он знакомится он приглашает на свидание то есть как как-то он это все практикует в отличие от многих кто смотрит это видео но опять же эта история о том как не нельзя уехать на шаблонах на дебильных далеко и что шаблоны нужно вставлять тогда когда нужно они все время подряд